В День Героев Отечества 9 декабря в Кировском районе прошла торжественная и траурная церемония перезахоронения останков жителей блокадного Ленинграда. Они были обнаружены на территории завода Армалит-1 осенью этого года. Сегодня мы имеем возможность восстановить историческую справедливость и отдать дань памяти людям, которые погибли во время Великой Отечественной войны. В годы войны на месте нынешнего завода находился пустырь, где в самые тяжелые блокадные месяцы хоронили умерших работников Кировского завода и завода имени Жданова. 16 августа 2010 года во время строительных работ были обнаружены человеческие останки. Как говорят эксперты, в братских могилах были захоронены порядка 45 человек. После митинга у стен завода траурная процессия отправилась на Южное кладбище. Мы сегодня отдаем память, отдаем память и тем людям, которые действительно своей ценой жизни защищали наш город. В Петербурге и окрестностях каждый год находят останки жителей осажденного фашистами города и воинов, защищавших подступы к Ленинграду. В Кировском районе это происходит довольно часто, поскольку все его предприятия работали на оборонный комплекс в течение всей Великой Отечественной войны. 900 дней в Кировском районе работали все предприятия без остановки, и огромное количество людей отдали свои жизни на этих предприятиях. О том, что на Южном кладбище покоятся безымянные герои, укажет памятник, стоящий теперь на месте захоронения. На этот раз его определили не в мемориальной зоне, как это обычно происходит, а на общем участке. Но в последний путь дружеников тыла проводили с воинскими почестями.